На резиденцию выбирается свой президент. Он самый главный, самый умный. Студенты могут ездить на машинах с 16 лет. Парень в баскетбол здесь играет. Он сколько часов занимается? Три часа. Три-четыре часа. Территория здоровая, целый кампус. Просто школьный стадион. И вот такой приятный район. Добро пожаловать в Напа и добро пожаловать в Джастин Сиэлло. Я Мэриан, я учитель. И я Мина, я учитель. Привет, ребята. Так вот вы как студент живете в своей резиденции, в своих комнатах. И то, чего нет у нас. Просто раз мы вышли и сразу же у вас школа. Если вы занимаетесь спортом. Вот сейчас мы разговаривали со студентами. Знаете, сколько парень в баскетбол здесь играет? Сколько часов он занимает? Три-четыре часа. Не в неделю, а в день. У него тренировка до начала занятий. У него тренировки после занятий. И еще он говорит там, вечером перед тем, как поспать, он любит пойти сам там погонять мячик. Всяких клубов. У нас это кружки, да, мы называем. Здесь это клубы. И все это как бы гораздо более продвинуто. Здесь их много. Начиная там от гольфа, заканчивая всякими там дебатами, экономиками. И все к этому причитающееся. инженерное дело, да, там, робототехника по субботам по пять часов. Вот вы живете вот в резиденции, да, к примеру, здесь. Живете в резиденции, и на резиденцию выбирается свой президент. Этот президент, он самый главный, самый умный. Он принимает решения основные. Его выбирают. У него самые высокие оценки здесь. Он всем помогает. Помогает с уроками. Помогает адаптироваться. Помогает тем, кто только приехал. Одно из отличий американских школ от наших, то, что здесь вот ты ходишь по территории, и куча всяких разных зданий на территории, и каждое здание это департамент чего-то там. Территория здоровая, целый кампус. Ребята, ну вот меня спрашивают часто про отличия российских школ, там, к примеру, и американских школ. Вот я вам просто первое отличие показываю. Это просто школьный стадион. Студенты могут ездить на машинах с 16 лет. Ну, то есть школьники. Но их называют уже студентами. Вот тоже школа, парковка автомобильная. Это школьники. Все, приехали. Вот, смотрите, тоже школьник. Вон машины школьника. Это все парковка школьника. Я показываю местность, просто чтобы вы понимали. Да, местность. Домики там. Вот перед школой еще территория. Школа здоровенная тоже. Она как бы одноэтажная получается. Одноэтажная, да? Не 5-6 этажные здания, но у нее здоровенная территория. Хочешь, гуляешь перед школой, за школой. Вот эта вот почта. Прикольная штуковина такая для почты. Ничего подобного. Никаких этих металлических конструкций наших. Вот домики. Цветы тут так все. Садик. Столики. И тачки. Садик. 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 Садик.